864 поклонника бега из 23 регионов России и 13 зарубежных стран в Рождество решили покорить Сибирь. Именно под таким девизом в Омске прошел 27-й рождественский полумарафон, который традиционно собирает на одной трассе представителей со всего мира. Самое главное это то, что его экстремальность сибирская, температура такая сегодня хорошенькая. Но он уже очень давно полумарафон проводится. И я очень благодарен Владыке, что он благословляет каждый раз наш полумарафон. Морозная сибирская по-настоящему бодрящая погода. Это то, на что рассчитывают именно участники этого зимнего экстремального забега. Это то, что привлекает сюда и зарубежные гости из таких экзотических стран, даже как Мексика, Индия, которые представлены в этом году. Поэтому я надеюсь на то, что у них будет хорошее настроение. Каждый сможет достичь своей цели, которую оставил перед собой на 7 января. В этом году полумарафон включал в себя три забега на 3,7 километров и, конечно же, соревновательную 21-километровую дистанцию. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Сначала было очень тяжело дышать, холодно, но где-то на 4-5 километре я почувствовал себя значительно лучше и смог бежать намного быстрее. Выйти на основную дистанцию решили с 427 бегунов. Именно здесь развернулась основная спортивная борьба. У женщин главными претендентками на победу были Наталья Тарасова из Новосибирска и амичка Марина Ковалева. Давай, Мариночка, давай! Марина заняла лидерскую позицию с самого старта и так уверенно бежала, что болельщики ждали от нее не только победы, но и обновление рекорда трассы, который остается неизменным уже на протяжении 10 лет. Финишировала амичка первой, а вот до рекорда Марине не хватило всего двух секунд. Но, как отметила спортсменка, в этот день она не столько настраивалась на результат, сколько просто хотела получить удовольствие от бега. Сегодня, как вы знаете, достаточно прохладная погода, я даже не планировала настолько быстро бежать, но соперницы немножко подгоняли, ну и потом решила показать достаточно хороший результат. У мужчин главный беговой трофей на полумарафонской дистанции также на счету амича. В прошлом профессиональный спортсмен, а ныне преподаватель Сибгувка Александр Бутромеев финишировал первым с результатом 1 час 11 минут и 42 секунды. Как чуть позже он рассказал на пресс-конференции, Александр, в отличие от Марины, выходил на старт, настраиваясь исключительно на победу. На самом деле спортивную беговую карьеру завершил еще два года назад. И в сентябре просто возникла идея, почему попробовать. Не попробовать еще раз, поготовиться. Выбрал себе этот старт, готовился, режим соблюдал, честно скажу. Вот. Ну, настал момент Х, как говорится, день Х. Пришел, все, что мог, все, что было в моих силах, как готовился, то и у меня и получилось. Этот традиционный забег, как всегда, стал не просто спортивным событием, но и настоящим праздником для мячей. Вместе с бегунами показать свой сибирский характер пришли закаленные граждане, которые даже в 20-ти градусный мороз могут облиться холодной водой. Как и каждый год, все с удовольствием приветствовали участников забега в ярких и необычных костюмах. На трассе можно было увидеть самых разных сказочных персонажей. Деда Мороза со Снегурочкой, Фей и многих других. Самыми же оригинальными были признаны костюмы семьи Мишкиных, которые каждый год радуют болельщиков новыми интересными образами. Им вручили подарочный сертификат в спортивный магазин. Мы просто решили, что будем драконами яркими и задорными. А готовились? Да нет, недолго, неделю, две, наверное. Атмосфера позитивная, веселая, люди все радостные. Мы участвуем уже не первый раз, действительно, нам нравится дарить радость людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин